13.08 в Кирове. Программа «Особое мнение» начинается. Я Анна Лапшина и приветствую своего сегодняшнего гостя, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Азиза Агаева. Азиз Алиевич, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Напоминаю, что нас можно слышать не только на частоте 101.0, можно смотреть в интернете на нашем сайте eho.kirova.ru, там же можно задавать вопросы гостю. Я по ходу эфира буду их озвучивать и Азиз Алиевич будет на них отвечать. Начнем, наверное, все-таки с наших вопросов. Ну вот, сегодня в 3 часа дня Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста Никитибилых. Ходатайство об этом заявило следствие. Они просят продлить арест на 3 месяца до 24 июня. Таким образом, если ходатайство будет удовлетворено, бывший губернатор Кировской области проведет в сезоне менее года. Прогнозы дела неблагодарные. Все-таки спрошу, возможно ли какие-то сюрпризы, на ваш взгляд. Сюрприз, вы имеете ввиду, отпустят его или не отпустят? Да. Возможно, изменят меру пресечения. Ну, надежды, я думаю, что мало на это. Потому что основания все, наверное, те же будут, что он может воздействовать на свидетелей. Поэтому, если вот просто на это конкретно вопрос отвечать, то, с моей точки зрения, наверное, вряд ли. Вот. А если, в общем, подходить к этому вопросу, ну, я считаю, что это не очень правильно, когда человек длительное время, значит, достаточно длительное время. Ну, 9 месяцев. Ну, зависимо, там, это белых или нет, потому что мы и другим, там, людям из нашей области. Мы помним, да. Мы помним, да. Вот. При этом следствие все длится и длится и длится. И никому ничего не рассказывают. И никому ничего не рассказывают. И никто потом не отвечает, как бы, за происходящее. И теперь продлевать можно очень просто, значит, сроки следствия и так далее, и так далее. То есть, если мы были не готовы, там, проводить достаточно организованные быстро следствия, предъявлять какие-то, я имею в виду, страна, там, да, следственные органы, то, может быть, надо было еще подождать и подготовиться. Может быть, еще какие-то дополнительные, там, появились бы факты. То есть, я боюсь тут какие-то давать оценки, что не удается следственным органам и почему там так долго. Потому что информации мало, и мы только догадками там руководствуемся, что, может быть, кого-то еще склоняет к даче, там, какие-то показания, там, и так далее. Но, как бы, с точки зрения общего подхода, я считаю, что это неправильно. Когда человек очень долго, длительное время, без, ну, как утвержденной вины судом его, да, без признания его виновным, уже сидит в местах лишения свободы. То есть, пока еще не виноват, но уже наказан. Да, уже наказан. То есть, я вот, этот подход мне, честно говоря, очень нравится. Азиас Алиевич, слышала версию, что, возможно, судебные рассмотрения дела в суде начнется только после выборов в сентябре. Ну, такое тоже, вероятно. Но я не знаю, связано это с выборами каким-то образом или нет. Ну, разные же ведомства, да. Ну, да, я вообще... Сложно предполагать. Сложно предполагать, ну, не знаю. Ну, что Никита Былыр был поддержан там «Единой России» во время выборов. Что, значит, нынешние в Рио уже, считайте, поддержаны там «Единой России». Это их объединяет. Объединит ли там в будущем другая судьба их? Ну, или там какие-то там общие... Не, ну, мы такого никому не можем пожелать. Да, да, ну, я не знаю. Поэтому никому и не можем, и не хотим желать. То есть, поэтому я не знаю, как это связано с выборами. И связано ли вообще. Может быть, если связано, то только с точки зрения, что его оправдают, и вдруг он снова заявится на выборы губернатора, черт его знает. Ну, это какой-то будет уже совсем неожиданный поворот. Ну, фантастика, да, фантастика. Понятно, вот, вариантов. Но не очень понимаю, как это связано с выборами. Понятно. То есть, домыслы, может быть. Да. Еще одно достаточно громкое дело я бы хотела тоже с вами обсудить. На прошлой неделе был вынесен приговор Павлу Ануфриеву, бывшему и исполняющему обязанности министра развития предпринимательства. Ну, там у Павла Николаевича должности менялись в свете реорганизации, да, из-за известных событий в областном правительстве. Вот. Приговорили его к 3,5 годам условно, с испытательным сроком 4 года, к штрафу в 300 тысяч рублей, ну, и говорят, что Павел Николаевич возместил ущерб. Я в свете дела Никиты Билла хотела спросить. Павла Ануфриева задержали, если мне не изменяет память, 3 сентября прошлого года, и 13 марта вот появилась информация о вынесенном приговоре. Времени прошло немного, чуть более полугода. То есть настолько ясное было дело, человек сам признал свою вину? Ну, наверное, то есть там и признание вины было, и если я понимаю правильно, то упрощенный порядок рассмотрения дел, то есть и уже возмещение там ущерба, то есть, ну, сравнивать вообще нельзя. Несопоставимо. Несопоставимо. И масштаб другой, и масштаб должности другой. И сумма другая. И сумма другая. И слава Богу, что у Павла Николаевича все так закончилось. Я думаю, что пусть он, пусть и хорошо, что он больше не будет заниматься политической карьерой, пусть делает это. Хотя кто его знает там, я думаю, что он талантливый человек, он будет спокойно заниматься и бизнесом, и научной работой. И слава Богу на свободе. И слава Богу на свободе я ему желаю успехов, и пусть воспитывает своих девочек, и живет рядом со своими девочками, и мамой, и женой, чтобы все были за него спокойны. И, ну, в общем, всех ему благ. Благ, один из лучших руководителей малого бизнеса в Кировской области, скажем, управлений. Ну, про Павла Николаевича все говорят добрые слова, и для всех, конечно, шоком была вся эта история. Да, и тоже домыслами не будем заниматься. Там много вопросов, почему, да как это, так сказать, домыслов происходило. Ну, я думаю, что вообще тему уже надо закрыть, чтобы и Павлу было спокойно. Я понимаю. Лично я до сих пор не верю, что... Ну, на самом деле вопросов много. Я до сих пор не верю, да, несмотря на то, что вроде как все уже есть решение суда, и... Но оно пока не вступило в закон, и 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 в закон. Ну, я думаю, что не будет обжаловаться, так сказать, никто это решение. Вот, хотя, поэтому... До сих пор не верю, что это вообще возможно было, поэтому... Ну, поэтому желаю всяческих удач, успехов в жизни в дальнейшем, и разумно действовать, даже если кто-то тебя о чем-то где-то как-то скажет, чего-то куда-то, всегда думать, прежде чем какие-то шаги совершать. Это к каждому молодому человеку, который желает делать карьеру, и которого зовут там, значит, золотыми горами и там молочными реками. Соблазняют. Соблазняют на какую-либо там должность. Понятно. Ну, оставим тогда эти две истории в прошлом, дождемся сегодня решения Басманного суда. Все-таки напоминаю, что рассмотрение вопроса о продлении ареста бывшему губернатору Керпской области Никите Белых будет рассматриваться в 3 часа дня. Сейчас у нас небольшой перерыв. Сделаем паузу и вернемся. Программа «Особое мнение» на 101.0 продолжается. Напоминаю, высказывает сегодня свое особое мнение директора аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информ» Азиз Агаев в нашей студии. И совершенно я забыла, Азиз Альевич. Да, я не только высказываю, я еще хочу поздравить всех слушателей. Вот вчера как раз был не просто день весеннего равноденствия, но и был, вы знаете, что старый, древний праздник Новорус. Праздник обновления, праздник весны. Я всех поздравляю с этим праздником. И, как вы заметили, стало тепление. И солнышко. И солнышко начало появляться. Видите, все не так просто. Ну и, конечно, вчера мы все, скажем так, отмечали. Ну мы знали. Мы знали. Кто-то отмечал, а мы знали. Да, ну, звонили, поздравляли. Значит, Сан-Сан Чигалицкий с его юбилеем, этого человека, который много сделал для кировского образования. Человек, который очень долго, всеми силами старался держать наше образование на высоком уровне, несмотря на все капитализмы образования, которые происходят. Поэтому желаем ему, я думаю, присоединяйтесь. Конечно, безусловно. Долгих лет жизни, крепкого здоровья и творческих успехов. Я думаю, что человек, который просто... Не будет на месте сидеть. Не будет просто сидеть на пенсии. Отлично. Александр Александрович Галецкий, еще раз с днем рождения. Если кто еще не поздравил, пожалуйста, звоните, поздравляйте. Мы переходим к другим темам у нас на повестке Дня политика. Не знаю, что вы скажете на этот счет. Стало известно о том, кто представит свои кандидатуры на выборы на пост главы региона. Выборы, напомню, в сентябре мы будем выбирать губернатора. Единая Россия пока заявляет пятерых кандидатов, которым предстоит пройти через процедуру праймерис. Помимо Игоря Васильева, это Александра Чурин, гендиректора завода «Сильмаш», Наталья Катаева, фонд «Вятская соборность». Ну, ТОСы мы знаем всегда, Наталья, она занималась этим вопросом. Николай Харькин, ферма Среднеевкина. И ректор Кировского медуниверситета Игорь Шишунов. Ну, оппозиция тоже вроде начала активничать. То есть о своих амбициях заявил Кирилл Черкасов от ЛДПР. Ну, Сергей Мамаев, естественно. Мы не сомневаемся в том, что, скорее всего, он выставит свою кандидатуру. Насколько я понимаю, с праворосы пока не определились. И у меня вопроса два. Во-первых, по праймерис, считаете ли вы эту процедуру действительно какой-то конкурентной или это вот дежурная совершенно история? И второе, по поводу оппозиции, возможно ли предполагать, что оппозиция выставит на губернаторский пост какого-то объединенного кандидата? Ну, я сразу хочу сказать, так как мы обычно переходим в такой случай на личности, сразу хочу сказать, что каждый из этих людей достойен уважения, у каждого есть свои достоинства, все они известные люди. Вы не первый человек, который это говорит. Да, все, что я сейчас буду говорить, это относится только к политической составляющей нашего разговора. Это не личное отношение? Да, это не личное отношение. Потому что некоторые люди после всяких высказываний начинают обижаться, устраивать какие-то... Отстраненно рассматривают. Да, рассматривают, отстраненно. Значит, давайте я... Перейдем сначала по праймерис. Ну, есть такая процедура у «Единой России», ну, вот они ее там выполняют. Ну, с моей точки зрения, сейчас они эту процедуру превращают, ну... Во что? Ну, хочется сказать, цирк, театр, там, представление какое-то, ну... Фарс еще есть слово, да? Фарс, ну, я не знаю, ну, как хотите, выбирайте, там... Любое. Любое, там, которое вам нравится. С моей точки зрения, то есть, да, ну, если бы я, например, с кем бы соревновался, там, ну, я бы сразу сказал, что, ну, ребят, ну, не надо мне, там, десятиклассника, там, или, там, студента, там, которому я вчера преподавал, там, университет сегодня вы его, там, ну, давайте хотя бы мне, там, равного человека, чтобы вот... Потому что, ну, человек себя может проявить и завоевать уважение и признание, и люди увидят, что он, там, сильный только в соревнованиях с равными. Ну, это... ну, нельзя, как бы, человеку, там, боксеру, там, который висит, там, 80 килограмм, биться с боксером, который висит, там, 49, условно говоря. Ну, и не ставить же, вы же не видели нигде такого, правильно? Но юношеской команде нельзя играть в футбол с командой мастеров, мы каких-то серьезных соревнований, да? Мы понимаем это. То есть, конечно, сложно, там, назвать, там, Харькина, например, юношей, как бы, да, из юношеской команды, уважаемый человек, там, много лет сельского хозяйства своими успехами, ну, выставлять его на, там, губернаторский... Ну, чего смеяться-то? Ну, занимается человек успешно, там, сельским хозяйством, да. Ну, зачем вот в этом фарсе использовать, там, Харькина? Ну, требование такое. Я не думаю, я не думаю, что под пытками заставили. Ну, сами же пошли люди. Ну, я думаю, что не под пытками, но очень сильно попросили. Вот. А отказаться в этой ситуации, вы знаете, очень часто люди говорят, ну, у меня же бизнес, у меня там то, все, если я это сделаю, там, и так далее. Вот. При всем при этом, например, Шишунова назвали ректором медакадемии. Вот, понимаете, он уже медуниверситета, так сказать. Да, ректор. А все равно его... Ну, то есть, как бы, вот, зачем такие вещи делать, когда мы реально знаем, что эти люди, ну, не тянут на губернатора сегодня. Ни один из них. Не тянет. Да и они сами заявляют, что они, там, не будут. Не за этим пошли. Да, они за этим пошли, потому что, вот, ведь, это же достойный человек, его же выдвинул, там, президент, Никиту Биллах тоже президент подвигал, и в коме республики которого, там, Гайзера, там, тоже, ведь, и Хорошавина тоже президент, но это не означает, что если президент выдвигает, то президент не может ошибаться. Мы видим, что он ошибается, и в этих случаях, и где-то с прокурорами ошибается, там, да, которых тоже, он, значит, выдвигает, утверждает, там, ну, и так далее, и так далее. То есть, здесь-то ведь, ну, при чём здесь, зачем на президента взваливают-то ответственность, вот, если ты нормальный гражданин своей страны, и, 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 кировской области. А здесь, али, ещё процедура такая, куда деваться? Не, ну, какая процедура? Ну, обязаны Единая Россия привести премьерс. Да, я же не возражаю, что Единая Россия-то обязана. Зачем люди идут? Зачем люди идут, и при этом говорят, ведь его же президент выданил. Слушай, ты, если идёшь, так совесть у тебя где? А здесь, али, ну, вот есть ещё вот какой вопрос. Вчера обсуждали эту тему с Олегом Ткачёвым, он говорит, а вообще-то там для кандидатов это, например, возможность озвучить какие-то свои, ну, предложения, какую-то свою программу, и в дальнейшем часть этой программы может войти в общую программу того кандидата, который будет всё-таки. Ну, мне сложно с Ткачёвым как бы спорить. Не предлагаю. В этом, как бы, в этой ситуации виднее может быть. Но я думаю, что у Единой России есть процедуры, да и не только у Единой России, когда предложения там и рядовых, и нерядовых членов партии. Не обязательно участников праймерис. Да, не обязательно участников праймерис. Не обязательно псевдоучастия в праймерис, понимаете? При этом я участвую, но я вам говорю, что вот этот лучше, понимаете? То есть фактически получается... За меня-то не голосуйте, да. Ну и получается, почему Единая Россия не выдвигает достойных Васильева соперников? А есть такие люди? Есть. А кого могли бы выдвинуть, на ваш взгляд? Давайте известных людей. Давайте. Да, давайте. Пожалуйста. Много лет, значит, и участвовал уже в губернаторах тоже там Олег Валенчук, например. Угу. Член Единой России. Известный товарищ. Известный член у нас Валерия Крепостна. Конечно. Известный член. Значит, он и был там вице-губернатором. Работа ему знакома. Да. И работа там ему знакома. Значит, посмотрите на самого Быкова, так сказать, Владимира Васильевича. Чем не кандидат, так сказать, в губернатор? Слушайте, ну, посмотрите Владимира Васильевича. Он только из города ушел на более спокойную работу, а вы его... Он, если бы себя жалел, он бы не шел, как бы, на... Не жалеет. Значит, раз не жалеет, значит, можно и дальше, так сказать, двигаться. Это я называю, как бы, фамилии... Которые... Я их не выдвигаю, но я вам говорю, если, значит, люди по весовой категории... Сопоставимые. Сопоставимые там с Васильевым. Просто есть опасность, что люди вдруг неправильно поймут на праймерисе и выдвинут вдруг не Васильева, понимаете? А, вот так вот. Ну, конечно. Если эти люди вдруг окажутся в списке, значит, праймерис, вдруг люди ошибутся и проголосуют за этих... Не там поставят галочку, да. Но зато, если они поставят там, то это уже будет говорить, понимаете, что Васильев находится среди сопоставимых и выбрали лучшего среди равных, скажем так. А сейчас-то выбрали кого? Ну, то есть, вот 28-го там у них будет праймерис, вот эти четыре человека и Васильев, да. Ну, и все поставили там праймерис, вот там лучший среди тех, кто выдвинулся. Ну, как-то... Ну, в общем, вы предполагаете, что всё-таки праймерис закончится победой кандидата, которого рекомендовал президент, я правильно понимаю? Ну, конечно, кто посмеет, так сказать. Хорошо, Азиз Алиевич, я прошу прощения, времени не очень много, давайте всё-таки про кандидатов от оппозиции поговорим. Есть шансы, что договорятся? Разные мнения в этой среде наши коллеги опрашивали представителей всех партий. Моё мнение, что... Ну, оно, видите, с чем связано, это моё мнение, что если, конечно, там выдвинется, условно говоря, вот те, кто сегодня выдвигаются, они Васильева однозначно проиграют. Угу. Но Василий Куприянович пока не заявлял о своих ответах. Ну, конечно, в этой ситуации, когда мы не знаем, значит, как... У нас же не просто выборы, да, у нас есть административный ресурс, взгляд администрации президента, там, на выборы, там, и так далее, и так далее. Любой, да, маломальский, ну, и вообще серьёзный человек, который реально участвует, а не для того, чтобы создать... Видимость. ...антураж, так сказать, видимость, или, там, фон для выборов, он будет участвовать в выборах только когда ему скажут, что, окей, считать будем, значит, хорошо административный ресурс против тебя использовать не будем, давай выбирайся, там, и так далее. Выборы будут честными. Да. Если такое, как бы, вдруг, вдруг произойдёт, ведь мы помним, что даже при, там, подавляющем большинстве, там, восторгов относительно Биллаха и его поддержки, что был кандидат, которого не допустили к выборам, потому что он вызывал опасность. Угу. Понимаете? То есть он вызывал опасение, что вдруг, значит, проголосует не столько, да. Вот, поэтому, если будет такое, да уверен, что Василий Куприянович, как патриот, как бы, Кировской области, как деловой человек, как заработавший собственными мозолями свою репутацию, сделавший этот бизнес и создавший такие условия жизни и труда коллективу, я уверен, что он будет участвовать, и я уверен, что он легко обставит кандидата от «Единой России». Но он должен захотеть, а ему, в свою очередь, должны быть какие-то гарантии. А ему, соответственно, должны быть сигналы и гарантии, что, слушай, иди и участвуй, если ты там, понимаете. А если, а в иных ситуациях, ну, какой серьёзный человек будет участвовать, так сказать, в выборах, в которых он заведомо знает, что, значит, там, и ресурсы будут использованы. И считать будут правильные люди и правильно, там, и… А есть шансы-то, что будет такой сигнал о конкуренции? Ну, какие-то же происходят изменения вверху в Кремле всё время. Каких-то людей выдвигают, там, неординарных, куда-то там, где-то как-то, в других-то областях. Молодых технократов, ещё каких-то там, вот. Да откуда я знаю? Не исключаете? Не исключаю, вероятность не велика, но не исключаю. Ну, ситуация же меняется, надо же страной правильно управлять, в конце концов. Я понимаю, что Медведев может оставаться ещё там три срока. Но надо же думать, что страна же должна двигаться вперёд. Развиваться нужно, не стоять на месте. Хорошо, на этом сделаем небольшую рекламную паузу. Напоминаю, слушаем особое мнение Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес.Информ». Две минуты и вернёмся. Директор аудиторской консультационной компании «Бизнес.Информ» Азиз Агаев продолжит сейчас высказывать своё особое мнение. Яна Лупшина, приветствую всех, кто к нам только что подключился. И мы переходим от темы выборов, от темы системы, к ещё одной теме, которая тоже, наверное, связана с системой. Азиз Алиевич говорит, я буду говорить не про персонали, а про систему. Хотел обсудить с вами назначение нового человека на руководство Дирекции Дорожного Хозяйства. А чего вы мне говорите? Очередного нового человека. Очередного нового человека. Хорошо, хорошо. Новый человек в системе, опять-таки приезжий Андрей Менькин, человек из Москвы, возглавил Дирекцию Дорожного Хозяйства. Это та организация, которая занимается ремонтом, обслуживанием, содержанием кировских дорог, в том числе очисткой, хоть снега, между прочим. Не знаю, они выполняют, занимаются как бы вот исполнители, а не заказчики, если я не ошибаюсь, этих всех услуг. Совершенно верно, да. Но они отвечают за это. Типа. Типа, да. Понятно. Собственно, попросила бы вас оценить две вещи. Во-первых, опять приезжий. Почему? Оскудела землярадская. Вы думаете? Да, конечно. Нет толковых у нас такого уровня, как в Минке, человека на территории Кирословности. Не, ну подождите. Вот смотрите. Что, вы не согласны? Я не знаю. Я, видите, не очень большой специалист в сфере дорожного строительства и ремонта. Я не могу предположить. Такого уровня дорожника на территории Кирословности, сами понимаете, найти невозможно. Вы сейчас организируете, да? Что вы говорите? Я очень серьезен. Мы искренне сейчас. Не, ну между прочим, я должна вам сказать, что вопреки заявлениям журналистов о том, что Андрей Минькин, это я сейчас цитировать буду, тусовщик, светский лев, человек... То есть он говорит, я не тусовщик, я не светский лев, да. Профессиональное высшее образование. На самом деле, вот он, видите, утверждает, и в интервью источнику новостей это было, что он дорожным строительством занимался, в Москве это было. Ну, я считаю, что такого уровня дорожных строителей, вот если уже искренне, они ироничны, в Кировской области, ну, сотни. То есть могли назначить любого? Ну, конечно. Но взяли почему-то не своего? Ну, они-то, наверное, взяли своего. То есть вы сейчас намекаете на знакомство? Ну, кто-то, кто назначал, тот-то, наверное, как бы взял своего, то есть не доверяя местным, вот, собственно говоря, и... Но мы не очень понимаем, кто назначал на самом деле, потому что ведь организация подчиняется мэрии города Кирова, администрации города Кирова. Ну, не знаю, слухи ходят, что из правительства определяли... Областного? Да, но у меня нету никаких подтверждений, поэтому не могу подтвердить этого. Ну, тем не менее. Ну, значит, вот в администрации... Посчитали. Посчитали, что московский свой лучше, чем местный свой. Понятно. Ну, я напомню, что дирекция дорожного хозяйства у нас в этом году получит достаточно внушительную сумму, как я понимаю, на ремонт кирпских дорог. Это миллиард рублей. Может быть, с этим связано, просто, ну, в Кирове люди... Бог их знает, как они будут распределять эти деньги. А вдруг нечестно? А здесь уже проверенный свой человек, который... Уж точно распределить честно. Но я думаю, что правоохранительные органы, и предупреждаю всех, кто думает, что деньги могут быть распределены нечестно, что правоохранительные органы внимательно следят за тем, как распределяются средства. Отец Ильич, ну, давайте мы не будем сразу о плохом. Ну, вот давайте все... Не-не-не, я не о плохом. Я как раз, чтобы человек не обольщался, понимаете, открывающимися там возможностями, да. То есть сейчас... Я думаю, что человек очень ответственно подходит к делу. Он был накануне в программе «Журсовет» у наших коллег на 9-й канал, рассказывал о том, что собирается делать с нашими дорогами. Ну, отлично. Что вы мне тогда про него спрашиваете? Азиз Валерьевич. Будет ли хорошо? Да. Он пообещал сделать такие дороги, чтобы после его ухода говорили, вот, пришел человек, и дороги стали... Это смешно, потому что того количества средств, которые выделены... Миллиарды рублей. ...недостаточно для того, чтобы сделать все дороги. То есть эти заявления, они... Ну, понемножку, по чуть-чуть. Ну, ты бы сказал, что понемножку, насколько хватит этих денег, мы сделаем. Правда, журналисты, наверное, бы сразу сказали, а-а-а, уже сразу оговаривается, что не все дороги сделают. Ну, вы подождите, постепенно. Потом еще будут деньги. О чем речь-то? Системно, значит, ситуация такая... Возможно изменить. Вот пришел новый человек. Можно изменить только системно. Этот человек один, который пришел, он систему изменит. Вряд ли сможет. Грустно. Поэтому он будет делать то, что делали и предыдущие. То есть будет распределять средства. Где-то будут размазывать, и на следующий год вместе со снегом будет сходить там. Где-то там, наверное, будут переплачивать за выполненные работы. Ну, и я вот так думаю. Потому что системно пока ситуация не изменилась. От того, что назначили там нового директора дорожного хозяйства, который в прошлом году получил образование в сфере строительства. Ну, здорово. Азиас Алиевич, тогда такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если мы предполагаем, что Андрея Менькина все-таки назначили руководить кировским дорожным хозяйством из Серого дома, да, из областного правительства, а не из городской администрации. Можем ли мы говорить, что контроль со стороны правительства области за ремонтом дорог и распределением средств в Кирове будет более серьезным, нежели это было при предыдущем главе региона? Более серьезным, по-моему, предыдущим этот контроль был, ну, так или иначе, так сказать. Но Никита Юрьевич, он как-то отстранялся немножко. Ну, он отстранялся, но у него были люди, которые за это отвечали, следили там за этим. Да и потом у нас же Владимир Васильевич был руководителем города, что вы считаете, что был слабый контроль? Нет, так нельзя думать. Вот, поэтому я думаю, что вопрос даже не в контроле, вопрос даже не в контроле. Я думаю о том, что если мы хотим, чтобы у нас дороги были более-менее хорошие, то есть мы должны изменить подходы. Ну, это очень длинный как бы разговор, да, целая общественная палата наша целый год этим, или два года, три года уже занимается. Подходы к ремонту? Подходы, там, к очистке, там, этих дорог, там, да, от снега, там, да, тут, видите, уже масса организаций подключается, там, где-то уже управляющие компании, там, и так далее, и так далее. То есть фактически нужно изменить подход к управлению городом. То есть надо менять систему. Потому что дорожное хозяйство – это часть, часть вопроса управления городом, да. Но если не будет изменено, поэтому с этой точки зрения, если серый дом захочет взять под контроль не только дорожное хозяйство, но и все здание Новоровского и Карла Маркса, ну, я думаю, что это логично. А это хорошо будет или плохо для города? Это зависит от того... Но мы понимаем, что по закону муниципалитет будет свободен. ...какого уровня квалификации и честности люди будут брать это под контроль. Я вас поняла. Ну, давайте еще про одного человека, от которого либо зависит, либо не зависит, поговорим. Есть у нас три минуты. Мы с вами в свое время как-то поднимали тему создания попечительского совета хоккейного клуба «Родина». И вот на этой неделе пришла информация о том, что с директором хоккейного клуба «Родина» расторгнут трудовой контракт. Владимира Заболоцкого уволили, не подписали, не продлили с ним контракт с формулировкой в связи с утратой доверия. Но там были разные претензии, которые, как я понимаю, были озвучены после аудиторской проверки, инициированные как раз попечительским советом хоккейного клуба. Ну и выяснилось, что руководство хоккейного клуба начисляло себе зарплату в тот момент, когда зарплата хоккеистам не платилась. И много было других претензий, в основном связанных как раз с финансами. На ваш взгляд, вот это увольнение, оно каким-то образом повлияет на состояние клуба? И можем ли мы ожидать, что «Родина» заиграет все-таки в следующем сезоне? Ну, там опять вопрос как бы не в Заболоцком, да, там вопрос опять более шире стоит. Мы должны реально понимать бюджет, мы должны понимать ту аудиалобу, которую мы можем немножко протягивать. И, исходя из этого, команда должна играть. То есть если, я понимаю, у болельщиков некоторые, наверное, ругаться будут, в зависимости от того, что я так сейчас скажу, да, мы хотим, чтобы высшая лига играла там, да, и мы хотим, чтобы платить этим работникам миллионные зарплаты, ну, или там сотни тысяч. И при этом мы не знаем, где эти деньги взять. Вот если мы не знаем, где взять эти деньги, и не готовы, как бы мы сегодня видим, что бизнес не готов финансировать, значит, органы власти там не видят вариантов никаких, не находят пока спонсоров для... Но при этом говорят, что команду надо сохранить. Ну, говорить-то, ну, как врач-то там у стариков говорил, ты тоже говори, так сказать, да. Говорить-то мы можем всё, что угодно сохранить, сохранить этот вопрос. Прежде всего, сейчас прежде всего надо думать о том, чтобы сохранить школу. Хоккейную. Хоккейную, да, потому что вопросов в детях. Но, с другой стороны, очень сложно сохранять хорошую школу, когда у тебя нет профессиональной команды мастеров. Ну, потому что детям некуда расти. Ну, некуда расти, они не видят примеров, да, там. Поэтому тут я, честно говоря, не сильно большой специалист там. Ну, вы удивите какой-то выход? Я вообще, как предприниматель и как человек, который много лет занимается управлением, в том числе и в научном плане, всегда считаю, что безвыходных ситуаций, как бы... Я считаю, что всегда можно найти выход. Какой? Всегда можно найти выход. Ну, вот в этой ситуации. Опуститься на ступеньку ниже? Вы вот задаете вопросы, и вы думаете, что на простой такой вопрос есть простой ответ, да? Нет простых ответов. Нет простых. Вот пришли аудиторы, посчитали. Значит, там, так называемое наведение порядка, но еще и плюс, нужно думать, как заработать и получить деньги. Ну, должны быть люди, которые влияют на получение этих денег, на зарабатывание этих денег. Конкретно люди влиятельные, авторитетные. И, значит, выделение этих денег бизнесом должно во что-то для них выливаться. Ну, в какие-то, не знаю, не преференции, не хорошее слово. Хотя бы просто, чтобы каждый день, там, тот человек, который влияет на них, пожимал им руки. И говорил, ребята, вы молодцы, спасибо. Или раз в неделю звонил и спрашивал, как у вас дела идут, не мешают ли вам вести бизнес. Там, понимаете, то есть, есть вещи, которые нужно делать каждый день. И регулярно заниматься. То есть, регулярно нужно заниматься управлением. Но если этим не заниматься, а просто назначить, там, Николая, там, Володю или еще кого-то, и сказать, ну, вот, мы тебя назначили, давай. Выруливай. Выруливай. Но это вообще нереально. Хоть кого назначить, хоть заслуженного тренера, хоть, не знаю, хоть председателя федерации. Это невозможно. На грустной ноте мы с вами, Азиас Оливич, сейчас будем прощаться. Программа особый мнение, к сожалению, проходит. Агаев, наоборот, я же сказал, что не бывает безвыходных ситуаций. Не бывает, но мы будем надеяться, что найдем. В данном случае нужно назначить правильного человека, который сумеет построить правильную систему. Есть этот человек у вас на примете? Видите вы такого человека? Я плотно не занимался этой темой, поэтому сказать вам... Персональю сейчас не можем назвать. Не готов назвать, да. Я поняла. Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» был у нас в гостях. В особом мнении, Анна Лапшина, прощаюсь с вами. Азизу Оливичу, спасибо большое. Да, до свидания, спасибо.